Итак, здравствуйте, дорогие друзья. Сегодня в данном видео мы с вами обсудим, правда ли, что американское правительство выделяет финансовую поддержку, так называемую, стимулирующие чеки. Также обсудим конкретные цифры по пособиям по безработице. И третий блок у нас будет такой маленький прогноз, будет ли вторая волна финансовой поддержки населению США. Поэтому посмотрите это видео до конца, и если вам интересно, я надеюсь, мы ответим на многие вопросы сегодня. Почему мы записываем именно видео про стимулирующие чеки? Многие мои подписчики задавали вопросы, правда ли, правда ли, Тимур, что американское правительство выдаёт по 1200 долларов гражданам США? На этот вопрос я отвечу так. Нет, дорогие друзья, это неправда. Да, понимаю, вы немножко в шоке, но правительство США не выделяет 1200 долларов своим гражданам. Ну, или, правильно сказать, не только гражданам. Сюда подпадают также и обладатели грин-карты, резиденты США, да, но такая вот приятная нота будет, или такая щепоточка радости в этом видео. Потому что во многих видео всегда говорят, вот нам бы там в России выдавали бы такие деньги, нам бы там в Казахстане, или нам бы в любой стране, да, или в странах СНГ. Должен вам сказать, многие граждане России, Кыргызстана, СНГ и других-других стран, которые не являются гражданами США, получили такую же финансовую поддержку. В чем соль, в чем смысл, да? Быстренько вам объясню. В эту категорию попали не только граждане и резиденты, а все налогоплательщики. Скажем, у вас нет еще определенного статуса в Америке, ни гражданина, ни резидента. А вы подали, например, на политическое убежище, либо же вы делаете документы на основании брака, да, там, affidavit support. Но по факту у вас нету никаких документов сейчас, вы только платите налоги. Главным критерием для получения данной финансовой поддержки было то, что вы были налогоплательщиком штатов, а не гражданином. В чем заключался суть пакета, да? Да, многие мне подписчики присылали видео, где там всякие пропагандисты российские рассказывали, что надо было получать только 75 тысяч долларов. 75 тысяч долларов получают это бедняки. Сразу хочу заакцентировать ваше внимание, сказать правду. Я живу в Америке 8 лет, это я не первый раз приезжаю, я приезжаю второй раз в Америку, и когда я приехал второй раз в Штаты, я остался здесь. После 8 лет, я вам говорю, 75 тысяч долларов, даже по городу Нью-Йорк считается средней зарплатой, и это очень хороший, плотный, средний класс. Который можете позволить машину хорошую, ипотеку, отдыхать 2 раза в год. Мои друзья получают в районе 80-90 тысяч долларов, кто-то 65 получает, и они ездят 2 раза в год. Кто-то в Европу, они разъездят, потом в Мексику. Сразу определимся, 75 тысяч долларов в год, это средняя хорошая такая зарплата, в которой можно жить хорошо в Америке. Давайте определимся, в чем заключается. Вы должны получать 75 тысяч и меньше. Что происходит, если вы получаете больше 75 тысяч долларов? Из этого вытекает такое распределение, или такая градация, скажем так. За каждые 100 долларов, экстра 75 тысяч долларов, с вашего чека отнимает 5 долларов. Скажем так, если вы получили 75 тысяч 100 долларов в прошлом году, то вы получаете уже не 1200 долларов, а 1195 долларов чек. Не будем так вот уже умельчать цифры, я вам просто пробегу. Приведу такие примеры, у меня даже есть такая таблица здесь. Если вы заработали 80 тысяч долларов в прошлом году, или в предыдущем году, вы в этом году еще не успели заполнить. 80 тысяч долларов, вам полагается чек 950 долларов. 85 тысяч долларов, 700 долларов, 90 тысяч вы заработали. За год вы получите 450 тысяч долларов. Когда же прекращается выплата? 99 тысяч на одного человека и выше. Если вы заработали 99 тысяч и больше, вам не полагается никакой стимулирующий чек, ни в каком размере. Вы должны это четко понимать. Что если у вас жена работает? На двоих налогоплательщиков, которые заполняют налоги вместе, называется joint, вы должны заработать не больше 150 тысяч долларов. Если вы заработали 150 тысяч долларов на двоих и меньше, вы получаете 2400 долларов. На каждого ребенка вы должны, вы имеете право получить по 500 долларов до четвертого. Первые три ребенка вы можете получить 500 долларов. Такая вот нехитрая арифметика или математика, да? Если вы и ваша жена заработали 150 тысяч долларов, у вас есть один ребенок, ваш чек будет составлять 2900 долларов. И это довольно-таки неплохая подбавка или поддержка во время коронавируса, да? Решайте сами. Кстати, говорите, как у вас, какие у вас размеры выплат, какие у вас размеры пособия безработицы, устраивает ли ваш день? Многие пишут, что это подачки. Нет, это деньги не надо будет возвращать. Это не подачка, это серьезная сумма. 2900, да даже на одного человека 1200 долларов, это довольно-таки хорошее подспорье, скажем так. По поводу, многие писали, что кто-то еще не получил из моих подписчиков, кто живет в Америке. В чем здесь была загвоздка? Во-первых, такой массивный и такого количества денег ни одна страна в мире не выдала. Вы можете относиться к Америке плохо или хорошо, быть как-то... У вас какое-то предвзятое мнение по поводу Соединенных Штатов Америки, но вы должны понимать. Есть такой факт. Ни одна страна в мире столько денег не выдала народу, как США. Больше всех в мире выдала США. В чем произошла загвоздка? Те люди, у которых банковский счет был подвязан к налоговой службе США, получили деньги, можно сказать, первые дни, моментально. Многие мои знакомые тоже так же получили, 15 апреля. У тех же, кто получал физический бумажный чек, это заняло несколько более длительный промежуток времени. Поэтому не надо тоже тут играть на этом и говорить, вот не всем выдали. Кому-то раньше, кому-то позже. Но было много подводных камней. Кто-то закрыл те счета, на которые приходили деньги в предыдущих годах. Кто-то переехал и не успел поменять адрес. Там было много подводных камней, но к сегодняшнему, к концу мая, почти все получили свои стимулирующие чеки. Все их получили. И надо понимать такую вещь. Если американское правительство вам гарантирует и говорит, вы получите их, не беспокойтесь, вы их получите. Главное, вот, попадать под ту категорию людей, которым предназначена данная финансовая помощь. И, как мы сказали, если вы получили 99 тысяч и выше, вы не получаете. Меньше 99 тысяч, да, какая-то есть разница. Чем больше вы получаете, 99 тысяч, тем меньше вы получаете. От 75 тысяч и меньше 1200 долларов. Поэтому, как я уже сказал, все уже ее почти получили. По стимулирующему чеку надо сказать, что независимо от какого штата, Нью-Йорк, Калифорния, дорогой, бедный, дешевый штат, все получили определенную квоту 1200 долларов. Это только зависит от вашего заработка годового. Несмотря что вы живете в городе, который, например, подвержен коронавирусу. И там дороже и аренда жилья, и больше налоговой системы, все равно вы получили 1200 долларов. Это такая, скажем, флэт, единая цена для всех. Теперь плавно переходим ко второй части нашего видео, непосредственно к пособию по безработице. Тут тоже есть такой большой вопрос, трепещущий вопрос. Правда ли, что США выплачивает 600 долларов пособия по безработице, кто подался на нее? Неправда, ребят. Никто не получает 600 долларов. Извините меня. К сожалению или к радости вам решать. Я вам объясню, в чем дело. 600 долларов это не является пособием по безработице. Это является надбавкой. Что такое надбавка, надеюсь, все понимают. Скажем так, если в штате Нью-Йорк вы получаете 400 долларов пособия по безработице, вам делают надбавку в 600 долларов. В общей сложности в неделю вы получаете 1000 долларов. Поэтому 600 долларов не является самой пособией. Это является надбавкой. Данная надбавка будет действовать пока что до 31 июля. После 31 июля власти говорят, если вы продолжите сидеть на пособии, вы будете получать ту пособию, которую вам определил ваш штаб. Именно это видео заняло столько времени я ждал. Я помогал заполнять заявки на данное пособие трем разным людям, своим друзьям. Один человек живет в Калифорнии, двое живут в Нью-Йорке. И наш последний мой товарищ только-только получил свое пособие. Я вам могу рассказать реальные цифры. Не брать их с потолка, из головы, либо из гугла. А реально говорить те вещи, на которые мы сами подали, мы сами получили. И это реальные цифры. Начнем из штата Калифорния. Насколько я помню, штат Калифорния там варьируется. Максимум можно получать неделю 450 долларов. Но мой товарищ, мой знакомый получил 340 долларов от штата. Плюс федеральная надбавка, не забывая про нее. 600 долларов, 940 долларов он в неделю получает. Умножаем на 4 и вы получаете эту цифру здесь. В месяц, в принципе, я с ним разговаривал. Да, я и сам понимаю, в принципе, 940 долларов в неделю. Это даже для такого дорогого штата, как Калифорния. В принципе, на эти деньги можно жить нормально. Он говорит, он оплачивает все свои билы по страховке на машину, по аренду свою заплатил полностью. И, в принципе, ни себя не ужимает нигде. Живет такой же обычной, простой жизнью. Еще учитывая то, что он получил 1200 долларов на него стимулирующий чек, который он просто отложил на свой сберегательный счет. В принципе, вот такая сумма. Теперь плавно переходим к моим знакомым, кто живет в Нью-Йорке. Девочка одна, которая подавала, штат Нью-Йорк определил еженедельное пособие по безработице в размере 400 долларов. Прибавляем ту федеральную надбавку и получается более 1000 долларов в неделю. В месяц она заработала 4000 долларов. Не заработала, она получает сейчас в месяц 4000 долларов. Я вам так скажу, сам живу в городе Нью-Йорк. Этих денег больше, чем достаточно, чтобы иметь хороший уровень жизни. Даже если у вас есть дети, я знаю многих людей, у которых семья, жена не работает, но он зарабатывает 4,5-5 тысяч долларов. После таксов примерно 3800-4 остается у него чистыми деньгами. Поэтому даже на эти деньги, даже в таком дорогом штате, как Нью-Йорк, вы можете жить нормально. Мои знакомые, которые получают 1000 долларов пособия по безработице в Нью-Йорке, надо сказать такую еще вещь, что работая 40 часов, на своей работе она получала меньше 1000 долларов в неделю. Поэтому этот акцент я расскажу в конце видео, что власти будут делать, чтобы завлечь обратно работников на работу. Чуть позже об этом тоже поговорим. И вот последний мой друг, товарищ, который процесс получения денег затянулся. Почему затянулся? У меня есть два вида категории друзей, о котором говоришь, ребята, надо сейчас подать на unemployment, пока нету, пока есть возможность, пока все только начинается, чтобы раньше получить. И все говорят, хорошо, давай, нет проблем, давай подадим. И есть другая категория, которая говорит, давай немножко подождем, ну мало ли что будет потом. И вот мы с ним немножко подождали, и когда уже был большой наплыв людей, система, кстати, даже когда вы онлайн заходите, система не работала, она просто крышилась, ломалась постоянно. И большой был наплыв людей, несмотря что ему подтвердили его пособие, его не выдавали. Начали выдавать только сейчас, и сейчас, получив цифры, я записываю данное видео. Моему другу определил штат Нью-Йорк, выплаты 225 долларов плюс 600 долларов федеральные, общая сумма получилась 825 долларов. В принципе, 825 долларов тоже на эти деньги можно жить, не прожить, а именно жить в Нью-Йорке, и переждать именно вот это время пандемии коронавируса можно с данными деньгами. Видите, мы не можем с вами точно сказать, в штате Нью-Йорк 700 долларов, в Калифорнии 600, это не зависит от штата. Конечно, у штата есть свои максимумы, как, например, в Калифорнии 450, насколько я помню, в Нью-Йорке 502 или 504 доллара. От чего зависит сумма выплаты от штата ваша? От того, какие вы отчисления делали, когда работали, когда у вас имелась работа, если вы делали большие отчисления, то и сумма выплат пособия у вас будет большая. Если вы делали маленькие отчисления, то и ваше пособие будет не таким большим. Просто скинем на скидку. Если у вас в Нью-Йорке 500 долларов плюс 600, вы можете 1100 долларов получать. Поэтому вы должны четко осознавать, этот кейс каждый индивидуален. Нет такого, что все, как вот стимулс-чек, все, кто 75 тысяч долларов и меньше 1200. Такого нет. Все индивидуально в Нью-Йорке. Но надо главное акцентировать внимание на том, что 600 долларов не является самим пособием. Это федеральная надбавка к пособию. Поэтому люди, которые говорят про это и не понимают, о чем говорят, я бы посоветовал сначала почитать и узнать, что такое 600 долларов, а потом уже говорите про видео. Тем более на федеральных каналах, как вот эти пропагандисты, которые говорят в разные глупости. Но не будем на них останавливаться. Жалко на них время. Что будет, если 31 июля вот эта надбавка заканчивается, а я не получила деньги. Я, например, начала в конце мая только получать, а 31 июля уже она заканчивается. Хотя люди бы уже получали и в апреле, и в конце марта уже получали люди по 600 долларов. Что я могу сказать на эту тему? Не беспокойтесь. Все будет хорошо. Если вы только начали получать сейчас, через некоторое время должно вам прийти письмо, что да, вы не получили за предыдущие месяцы, когда вы, например, заполнили unemployment insurance, или вы заполнили ваше пособие по безработице в конце марта, а получать начали только в мае. Вот эту сумму, начиная от конца марта до мая, вам вышлют общим таким количеством. Общую сумму положат на ваш счет, или до вас доведут. Не переживайте. Просто на данный момент они хотят вам хотя бы еженедельно начать уже выплачивать, чтобы как-то вам помочь. Те деньги, которые вам должны, они вам пришлют. Не беспокойтесь. Все будет хорошо. Если правительство Америки обещало вам выплатить, вам все выплатят. Многие, кто находится не в Америке, говорят, да у вас там тотальная безработица. Больше 30 миллионов людей уже заполнило заявление на получение пособия по безработице. Тут тоже надо понимать, в чем суть дела, и в чем такая перчинка или соль. Из этих более 30 миллионов людей, насколько я помню, уже 35 миллионов заполнено на сегодняшний день. У большого процента этих людей еще работа осталась. Во время коронавируса их сектор трудоустройства сейчас закрыт. Они не потеряли работу. Кто сейчас новый заполнили кейсы, их работа их ждет. Я знаю, когда смотрите новости, когда говорят, что все они без работы, нет, это неправда. Большинство из них, почти 90% работы сохранилось, как только экономика начнет работать, а не вернутся на свою работу. Мало того, бизнес поддержали, многие выплаты делали целенаправленно в бизнес, многие сейчас займы делаются в бизнес. Поэтому, когда говорят, больше 30 миллионов безработных, будет новая рецессия, или будет новый экономический кризис. Ребята, эти 30 миллионов, больше 30 миллионов, у большинства из них работа их ждет. И поэтому сильно переживать по этому поводу тоже не надо. Конечно, правительство будет делать определенные шаги для смягчения, или создавать какую-то подушку, но это все будет. Это все будет, и четко надо понимать, когда вы слышите новости, не верьте сразу, подумайте. Но если закрылись рабочие места сейчас, они же потом откроются. Что не откроются, не откроются. Но, как вам сказать, не будет прям, что все 30 миллионов потеряли свою работу. Такого не будет. И сейчас мы переходим к третьей части нашего видео, а именно будет ли вторая волна поддержки финансовой населению США. Но перед этим хотелось бы остановиться. Особенно тех людей, которые меня спрашивали, когда будут чеки, я еще не получила. Здесь вы должны четко понимать. Обычно такие видео записывают ребята, которые занимаются, эти каналы на YouTube являются инвестиционными. Когда вы смотрите англоязычные каналы, они сразу вначале говорят, это канал о бизнесе и инвестициях. И они часто говорят, я советую вам вложить ваш стимулирус, стимулирующий пакет, сюда заработать денег. Ребята, особенно мои подписчики, я вас прошу, никуда не вкладывайте эти деньги. Никуда не вкладывайте. Ни в какие фонды, ни в какие стакс, никуда. Потому что, главная такая вещь, после кризиса, никто не знает, как поведет себя рынок, куда он вас выведет, что взлетит, что нет. Вы реально рискуете деньгами. Я понимаю, многие каналы англоязычные, американские сейчас советуют вкладывать, вкладывать, вкладывать. Я вам посоветую только одно. Потратьте деньги, куда вы хотите потратить. На продукты, на аренду жилья. В принципе, их тоже неразумно положить на сберегательный счет. Почему? Эти деньги служат для того, чтобы экономика продолжала работать. Чтобы вам их выдали, и вы их потратили на первоначальные нужды. Понимаете? Если вдруг вы вложите все свои деньги сейчас, которые у вас на сберегательном счету на какую-то компанию, и просто, представим, после коронавируса она не выстрелит, а потеряет всю свою стоимость, вы просто потеряете эти деньги. Это будет обидно. Но, если вы потратите деньги по назначению, на продукты, на отдых, сходите, потратите на отдых. Да, не очень умно будет их держать на сберегательном счету, но это ваши деньги, решайте, как вы хотите ими воспользоваться. Я просто даю вам совет, потратите на то, что вам нужно сейчас, на данный момент, на оплату жилья, на оплату страховки на машину. Это поможет двигать экономику американскую. Вы должны понимать, несмотря, что никто не работает, вы платите также по своим счетам, получаете деньги, и экономика движется. Нету такого большого ступора. Поэтому, главный мой совет, не тратить ни на какие инвестиционные институты, ни вкладывать ни в какие компании. Никто не может вам предсказать, что с ними будет после вируса. Как-то так. Такой маленький вам совет, лайфхак, ну, назовите как хотите. И перейдем уже к третьей части нашего видео, которая заключается про прогнозирование. Что же будет? Будет ли вообще вторая волна стимулирующего пакета или финансовой поддержки? Я не склоняюсь. Я уверен на 99%, что вторая волна стимулирующих чеков, конечно же, будет. Это можно объяснить самыми, буквально на пальцах. Скоро, перевыборы президента Соединенных Штатов Америки, скоро переизбираются многие республиканцы, больше 20 республиканцев переизбираются, около 12 демократов переизбираются. И вы понимаете, если вдруг какая-то из партий скажет, нет, мы не будем помогать или мы против стимулирующего пакета, то они, скорее всего, не скорее всего, а точно, потеряют именно вот эти свиннинг стейтс или такие шатающиеся неопределенные штаты. Даже если не штаты, именно есть республиканцы и демократы. Но также есть люди, которые не определились, не определяют, не могут себя ассоциировать ни с республиканцами, ни с демократами и всегда думают, за кого голосовать. Именно на их голоса и будет влиять вот эта вещь, какая партия помогла во время коронавируса. Поэтому только исходя из этого можно говорить, что оно будет. Также, в принципе, население американское, многие граждане и неграждане, они ждут этого, они уверены в этом. Думаю, очень будет как-то в этой ситуации сказать нет, уже почти практически невозможно. Многие уже потратили эти деньги, многие уже думают, на что потратить эти деньги и как. Единственный вопрос заключается в том, какова будет финансовая помощь и в какой форме и количестве. Я скажу так, что многие сенаторы и официальные лица Белого дома, они просто нам кидают такие крошки и маленькую информацию скидывают, хотя они тоже сами не уверены, как она будет выглядеть. Мы можем это все собрать внимательно и вам пересказать, дать свое какое-то понятие, что будет происходить и как. Вы, наверное, наслышаны про Hero Acts, которые предложили демократы, он не прошел. Этот акт, потому что это было уже понятно заранее, что республиканцы не согласятся с таким количеством денег, которые нецеленаправленно будут потрачены именно только на коронавирус. Там большой пакет, много воды и, кстати, они предлагали выплачивать деньги даже нелегальным мигрантам, которые не платят налоги, не отделают отчисления в бюджет и, в принципе, даже во многих штатах по идее, ну как это могло бы выглядеть? Представляете, во многих штатах не в Нью-Йорке. В Нью-Йорке не работает иммиграционная система, вас никто не ищет на улице. Например, в таком штате как Техас, как официальные лица или там полиция, иммиграционная служба, они должны какие-то проводить какие-то мероприятия, задерживать нелегалов, да? И как вы будете выглядеть это? Нелегал приходит говорить в Техасе, я хочу свои деньги. Вместо того, как органы, которые должны применять превентивные меры против нелегальной иммиграции, будут теперь деньги выдавать? Странно и смешно. Также вопрос, то, что они не платят бюджет, почему мы должны делиться своим куском пирога, на который мы работали, потрачили с людьми, которые получают все свои деньги себе в карман и отправляют куда-то за бугор. Тоже под вопросом. Поэтому именно пакет вот этого Heroes Act, он не пройдет, он не прошел уже, он был не жизнеспособен. На это мы рассчитывали, что республиканцы предложат какой-то свой пакет, он будет чуть раньше, к сожалению, пока его нету, сейчас они только начали договариваться. Как он будет выглядеть? Многие республиканские сенаторы предлагали, что были какие-то налоговые послабления в будущем, либо же предложить по 450 долларов добавить к заплате и много-много всяких вещей, которые в принципе тоже не подходят. Потому что мы потеряли уже деньги за прошлые месяцы, вы предлагаете снизить затраты в будущем. Нам сейчас нужны деньги, ребята, не пойдет так, в будущем нам не надо, нам нужно сейчас. Все население, все общество ждет деньги сейчас. Поэтому это тоже не сработает, я так думаю. Плюс, главная задача сейчас, вы понимаете, в Америке американские власти не могут принудить или вынудить, заставить людей слезть с вот этой анемплоймент-иглы или не могут заставить слезть с пособия по безработице, принудителя, не могут сказать, все, все пошли работать, да, они должны заинтересовать население. Заинтересовать как? Делать какие-то дополнительные бонусы. Сейчас предлагается по 450 долларов добавить к зарплатам и тем самым выманить людей пораньше, не ждать 31 июля, но этот план тоже не сработает. Как я и сказал, некоторые люди до кризиса зарплата составляла 600-700 долларов, да, плюс 400 долларов к 600, 450, например, 1050 долларов, а он на анемплойменте, например, на пособии получил 1000 долларов, представьте, да, 1050 и 1000 долларов, он должен 40 часов отработать, чтобы получить 50 долларов, неумно, лучше он достиг до 31 июля, или же вы предложите, например, он получал 500, вы добавляете 450, 950, он получает 1000, он больше получает сидя дома, поэтому это надо как-то проработать, продумать, я больше склоняюсь, если бы они предложили, например, реальные деньги сейчас, сказать, мы платим по 4000 долларов, если вы выходите завтра на работу, плюс какой-то еще бонус добавим, тогда, конечно, многие сразу вас прянут и выйдут на работу, не будут ждать еще там несколько месяцев сидя на анемплойменте, сразу выйдут на работу. Реальные деньги всегда лучше, их можно пощупать, это всегда работает на американцев, поэтому как-то так. что я думаю, по поводу будет ли или нет, я вам говорю, что он, скорее всего, будет 99%, как он будет выглядеть, это будет что-то между предложением демократов и республиканцев, скорее всего, скажем так, это будет больше, чем первый стимулирующий чек, я бы даже сказал, такие суммы, от 2000 до 5000 долларов, примерно будет такая сумма, и посмотрим, скорее всего, также он будет одним пакетом, но многие сейчас предлагают такой уж так, по 1000 долларов в неделю, это тоже многовато, я думаю, для экономики это будет серьезный удар, поэтому мы ожидаем сейчас от 2000 до 5000 долларов новый стимулирующий чек, который примерно уже должен прийти не в июне, к сожалению, я, наверное, многих разочарую, в июне его ждать тщетно и бессмысленно, так как они даже еще не договорились, а уже, как мы знаем, конец мая, плюс, даже если они договорятся, сначала он должен прийти в первую инстанцию, потом в сенат, а потом после сената они должны отправить его Трампу, президенту, он подпишет это дело, после того, как он его подписывает, начнут выдачу, да, я примерно сроки могу сказать, в лучшем случае мы начнем получать в начале июля, я даже так думаю, это приурочат к дню независимости, к 4 июля, и начнут получать первые выплаты, 4 июля, опять же, те же люди, у которых все связано быстро, у которых банковский счет связан к налоговой системе Соединенных Штатов Америки КРС, предыдущий опыт нам показал, что с первым стеменирующим чеком все разом не получат, будет заминка где-то месяц, полтора, поэтому начало, будем ждать 4 июля, и до конца июля, надеюсь, уже с опытом до конца июля все, кто подпадает под выдачу данных чеков, получат этот чек, поэтому, как-то так. Еще хотелось бы кое-чем вас попросить, ребята, не забудьте подписаться на данный канал, нажмите на колокольчик, пожалуйста, поставьте лайк, если оно вам понравится, обязательно нажмите на колокольчик, потому что, когда выйдет новое видео, у вас будет оповещение, вы сможете его посмотреть. Кстати, почему это важно сделать, да, если изменится ситуация, и уже будет определено сумма чека, и когда он начнется, я обязательно запишу новое видео, и расскажу, кто получит данный чек, и какие будут условия получения данного чека. Тоже будет еще одно видео, как минимум, в этой серии, поэтому обязательно нажмите на колокольчик, большое вам спасибо, не забудьте, поле с вами. От 2 до 5 тысяч примерно будет второй стимулирующий чек, и он начнется, если нам повезет, к началу июля, и до конца июля большинство уже, надеюсь, все получат свои чеки. Также не стоит забывать, что больше 3 миллионов вы дарили дебет-карс, да, вот этих дебетовых карточек, тем людям, у которых не было счета, скажем, не было банковского счета, им сделали 3 миллиона, около 3 миллионов дебет-карс, на которые, возможно, опять же, будут использовать для второго стимулирующего чека. На те же карточки, возможно, вам загрузят еще второй стимулирующий чек. Это тоже надо брать в расчет. Кстати, один из сенаторов сказал, что, возможно, второй пакетч, именно будет условие потратить эти деньги, будет главное условие не складывать их на сберегательные счета американцев. И я не думаю, что это возможно, потому что, ну как так можно сделать? Понимаете, Америка это страна свободы. Вы не можете, вот даже вот, почему не было жесткого карантина? Всем разрешалось выходить на улицу, потому что есть свои права, и свободы в Америке, которые нельзя нарушать. Если вы уже даете деньги, эти деньги становятся нашими деньгами, то есть налогоплательщиков, и вы уже не можете нам сказать, куда нам их тратить. Вы можете порекомендовать, как в принципе Трамп делает, вложите их, пожалуйста, в вашу аренду, вложите там в оплату налоговую, вложите их в оплату вашей страховки на машину или еще куда-то. Купите продукты, да, так они могут посоветовать, но не запретить нам вложить его на сберегательный счет, все-таки это маловероятно. Итак, вот как-то так мы сняли данное видео, надеюсь, оно вам понравилось. Спасибо большое за просмотр, ребята. Подписывайтесь на данный канал, если оно вам понравилось, поставьте лайк, не забудьте нажать на колокольчик, потому что, когда выйдет новое какое-то видео, вы получите оповещение, и мы будем снимать еще видео по данной теме, когда уже будет понятно, кто будет получать, в каком размере, и что для этого нужно будет сделать. Мы обязательно с ним еще хотя бы одно видео в данном контексте, да. Также не забывайте, пожалуйста, подписываться на мой инстаграм, там вы можете посмотреть про мою личную жизнь, фото с отдыха по Америке, и много разной интересной информации, надеюсь. Еще раз спасибо большое, что посмотрели данное видео восточном побережье Соединенных Штатов Америки, ваш любимчик, американский весельчак Тимур. Адьос, алифдорчи, чао, пау.